Всем привет, друзья! Вы на канале Гитарная лаборатория, у нас в студии Сергей Полянский. Привет, Серёг! Всё как всегда, но сегодня мы собрались по случаю плагина от компании Neural DSP. Моей, признаюсь, одной из любимых групп гитариста этой группы Тома Морелла. Так называется Archetype Тома Морелла. Погнали! Что мы видим? Мы видим маршак, какой-то маршал ой, прям. Ну Морелла играл на 50-ваттном марш. Да, но специально заклеивался логотип, чтобы как бы никаких там не было историй с эндорсментом, потому что все знают, что речь не из-за машин, у них была чёткая политическая позиция. Вот. Да, и, в общем, там всякое брендирование они старались, конечно, выбирать. Ну и здесь это очень всё передано в такой затянутый в камуфляж усилок. Ну, в общем, дизайн всё очень здорово. Мне кажется, даже не камуфляж, это просто такой естественный релик, потому что, насколько я знаю, опять же, Том использовал усилок, который появился у него ещё в студенческие годы, он использовал его во всех своих проектах. Сначала в Ration of the Machine, потом в группе Audio Slave он использовал вживую, по крайней мере, один и тот же усилок. Вот тот самый вроде бы как бессменный 50-ваттный маршал, который он там в своё время обменял то ли на гитару, то ли ещё на какие-то штуки. Ну давай посмотрим, что у нас здесь есть. У нас сверху есть клёвая тема под названием Dive Bomb, которая позволяет делать клёвые слайды на гитаре. Сейчас послушаем обязательно. Сама секция усилка. Дальше у нас есть в вами есть отдельная ваг-педалька. У нас есть эффекты, воссозданные NeuroDispy мореловские. Они здесь в разрыве, так как Том играет, у него всё в разрыв. Дальше у нас секция кабинетов. Ну, здесь, в принципе, не особо ничего нового. Все микрофоны те же, в зависимости от предсветов. Здесь мы сразу видим ленточный на старте. У нас здесь есть, естественно, уже пост-эквалайзер, да, и уже пост-эффекты, дилей и ревер. Усилок у нас двухканальный. Здесь есть обычная секция, такая уже с бустом. Ну давай послушаем, как Marshall Loid звучит, покрутим ручки и узнаем вайп. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, звучит круто. И гитару у тебя, конечно, под стать плагином. Да, я специально себя не взял телек, чтобы сметчить. Хотели раньше его, на самом деле, снять, но не было подходящей гитарки, поэтому чуть-чуть подождали. Но вот теперь наслаждаемся звуком. На самом деле, здесь ну как бы два канала, один ярче другого. В принципе, на главном можно что-то нарулить типа чистого, да. Но мне нравится, что здесь есть рисочки. Ну это, видимо, мореловские рисочки на накрутилочках. Да-да-да, кстати, клёвая деталь. То есть, в принципе, даже можно не тыкать пресеты, просто дручки поставить в положение. Ну пресеты здесь есть, на самом деле. Здорово. Ну звук очень клёвый, по-моему, прям передаёт, весь вайп передаётся. Я уже однозначно захотел его использовать даже в работе, потому что Фотин Кали Сьют, он типа как бы такой, что-то маршаловнее, но нет, этого не хватало. Фортин это же есть, так это просто, да, маршалует просто на максималках. Да, но здесь он слишком модерновый. Согласен. Здесь чувствуется винтажный звук такой, классный брейкап. Вообще, ну прям вот то, что надо для многих миксов. Давай посмотрим теперь, ну давай начнём, наверное, с дайв-бомба. Да, ключик вообще что? Как это вообще? Что это? Давай сначала гейнер Навернул поиграть. Аккордом прям можно? Аккордом. Я боюсь, что это не для аккордов немножко. Педаль. Давай попробуем. Хотя нет. Ну клёво однозначно. Работает вверх и вниз как... Ну это на самом деле такое ощущение, что просто секция с педали вами, потому что вами есть режим дайв-бомба. Ну вот. Ну круто, круто. Давай погнали дальше. Сам непосредственно вами. У нас нет, к сожалению, при себе контроллера, плагин можно использовать с миди-контроллером, и уже конечности вашей ногой можно управлять, что ваг-педалькой, что вами. Ну давай посмотрим работу вами. Вот, кстати, интересно, как это реализовано у Neural DSP, потому что в вами на самом деле такой эффект, который не очень-то просто как бы скопировать, и вот чаще всего то, что я слышал, даже в самых топовых процессах, оно как бы прикольно, но немножко не то, конечно, звучит. Ну посмотрим, давай послушаем. Потому что у меня есть оригинальная педаль в вами, правда, вот Morello использует, по-моему, какую-то самую-самую первую до сих пор. Вот это их, не знаю, достает. Ну любители как взял, так и все. Так с усилком, так же с вами. Вот. У меня какая-то педаль, которая, по-моему, то ли четвертая, то ли пятая. В общем, в ней вроде бы как схематика используется та же самая, что и в первой версии, только там чуть-чуть более доработанная. Вот. Но вот он пользуется первой. Вот интересно, как это звучит в плагине. Давай. Такое ощущение, что фейзер включен просто. Фейзер? Да. Не, фейзер не включен у нас. Почему такой звук? Как будто просто уходит фаза. Сейчас норма. Наверное, при включении. Вот так вот. Да. Играет музыка. На самом деле первая штучка – это нижнее положение, а вторая штучка – верхнее положение педали. Играет музыка. 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 Ну и педаль также работает в режиме D-tune. Да, это классический режим педали вами. В общем, это такой более глубокий хорус, но звучание у него очень характерное. И, ну на самом деле, если ты шаришь вообще, то есть если ты гитарный задрот, то понимаешь, где там D-tune используется, а где какой-то классический хорус. Я думаю, его лучше слушать, конечно. На таком более чистом он лучше всего будет слушаться. Может, на самом деле, чуть-чуть даже вернуть гейна. Да, так хорошо. Так, ну давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прикольно, да. В целом, да. В целом неплохо, неплохо. Может быть, конечно, чуть-чуть оно всё равно до аналога не дотягивает. Вот. Ну, на мой взгляд. Ну, может быть, это просто первое впечатление. Ну, это не очень-то, скорее всего, просто симулировать полностью оригинальный вами. Да, 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 конечно. Но всё равно очень похоже. Да, согласен. Как пользователь всяческий педаль. Как пользователь всяческой продукции компании Neural Dispree могу сказать, что, в принципе, всякие питчи у них очень хорошо реализованы вообще везде, где они есть. Для творческих миксов. Ну и ваг-педаль понятно. У нас тоже контроллер работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикол есть именно с этим звуком. Мне всегда раньше было непонятно, почему Morello звучит педаль квакушки. Ну, то есть достаточно как-то необычно, она больше как фильтр звучит. Вот. А на самом деле, ну, я просто как-то была при первой же возможности посмотрел, на чём он играет. Педаль, она достаточно стандартная, там что-то типа Dunlop, по-моему. Ну, что-то такое, то есть ничего необычного. Просто обычная, там, педаль, которую можно в магазине купить, ничего даже не замодина. Вот. А звуком такой получается из-за того, что как раз он её в разрыв включает, и из классического crybaby вот этого вау-вау она превращается в какой-то такой больше как фильтр. Вот. Тоже необычный звуком. Давай перейдём к эффектам. Ну здесь у нас простенький дилей, семиполосный эквалайзер, который тоже все в петле, и фейзер. Давай послушаем сейчас чуть-чуть крутану гейна. Поиграй. Субтитры сделал DimaTorzok Дюй Дюй И И И И Реалли Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, как круто на самом деле этот семиполосный эквалайзер меняет тембр звука. То есть именно уже сформированный на перегрузе, врубаешь его, и прям тембральный окрас меняется. Насколько я понял, там же было что-то накрученное уже или нет? Или он был в нуле? Ну, он там, да, какой-то предпресет был включен. Да, насколько я помню, Amorello используется просто как буст. Вот, поэтому и поднялось. Все полосы в нуле, просто громкость немножко, немножко задрана. Но все равно сразу такой фусп появляется, то есть, ну, клево. Именно влияние буса, да. Ну, давай послушаем еще фейзер. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Обожаю педали, где вот одна ручка. То есть ты делаешь здесь просто скорость и все. И как клево можно уложить микс, и какой эффект клевый можно крутить, всего имея одну ручку. Ну что, по-моему, здорово все звучит. Тут такое ощущение, что ничего лишнего нет. Ну то есть здорово, что продумано. Ну на то, как бы, это и архитайп Tom Morello, потому что здесь только то, что он использует. Ну вот там, за исключением того, что там есть пост-эффекты еще. Ну пост-эффекты здесь стандартные, мы уже слушали, переслушали. Клевый дилей, клевый реверс. Ну да, на то он и архитайп. Да, вот архитайп, как он есть. Ну что, в принципе, мы все посмотрели. Наверное, о секции усилитель тоже особо нечего здесь рассказывать. Все стандартно, все те же микрофоны, все так же можно смешивать. Есть уровень комнаты тоже, ну и можно загружать свои импульсы, здорово. У нас еще здесь есть секция дабблер, давай послушаем, как она звучит. Ну круто, в принципе, мы тоже это уже слышали, на самом деле. Ну да, здесь еще помидабблер есть транспоз, ну, в общем, все стандартные. В стандалон версии есть еще метроном для занятий. Ну что, клевый продукт, порадовал нас Neural DSP. Да, и самое-то главное, ребятки, если кто-то не знает про вас, кто такой из вас, кто такой Том Морелло, обязательно, обязательно погуглите, посмотрите видосы, послушайте музыку, которую он делал и делает. Это реально, ну, прикольно и крышесносно местами даже. Потому что то, что он сделал для гитарного мира, это, конечно, неоценимый вклад на мой взгляд. Я полностью с тобой, на самом деле, согласен. Мне плагин очень понравился, я, как я уже сказал, захотел его иметь в своей работе. Скорее всего, это он у меня будет, поэтому добавить мне больше нечего. Том Морелло, это тоже один из моих любимых музыкантов. Группа Audio Slave мне больше всего, на самом деле, нравится. Больше чуть, чем Rage Against the Machine. У меня есть кавер на Audio Slave. Но все равно, влияние Тома Морелло не только в этих группах есть, как мы знаем. Ну и его фирменный звук, ну что тут говорить. В общем, классный продукт, классный звук. Ребята, пишите в комментариях, зашёл ли вам плагин, зашёл ли вам звук. Какие плагины вы хотите по классике видеть в наших обзорах? Что тебе есть добавить, Серёг? Вы всё слышали сами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Пока!